Обратите свое внимание на канал Вот и все, посвященный игре World of Tanks внезапно на консолях, на Xbox 360 и на PlayStation, ведь интересно посмотреть, как оно выглядит именно там. Ну а если вы вдруг счастливый обладатель одной из приставок, то добро пожаловать, этот канал вам будет вдвойне интересен. Ссылка в описании. Для уродов нет плохой погоды, уродов не хватает на воду. Берящие стулья здесь вполне нормальное, закономерное явление. Итак, пятое место, карта Эрленберг и здесь WZ-111, которого вы видите на экране, переговаривается с противником на тему грядущего нерфа артиллерии. Что будет, как, кто будет нагибать и так далее, их разговор не понравился 704, который решает этого вазона 131 подпереть. Вазику, разумеется, это тоже не понравилось. И он в ответочку подпирает 704-го. 704-й, долго не думая, разворачивается и дает выстрел по вазону. Вазон хотел сначала ответить, но потом подумал, что как бы уподобляться вот такому вот товарищу не совсем правильно. Хотя, с другой стороны, он же его подпер, поэтому тоже как бы был виноват в этой всей ситуации. Ну, 704-й проявляет верх неадеквата в любом случае в данной ситуации. Далее, 704-й добивает вторым выстрелом и альфа же прошла два раза, обратите внимание. Вот, голубеет и уезжает по своим делам. Сюда приезжает совершенно какой-то левый Исан-3 и начинает расстреливать 704-го. 704-й в ответку пишет, ты чё, чё типа творишь, ты чё, тварь гнида, чё ты там делаешь такое вообще? Как ты посмел в меня стрелять? Чё я тебе такого плохого сделал? Он даже, очевидно, не догадывается о том, что он поголубел после того, как убил вазону. Ну и продолжение банкета. Собственно, понятное дело, что Исан-3 добивает этого 704-го объекта, но сюда ещё вмешивается ФВ-4202, который мирно стоит за домиком и ничего не делает. Он даже, смотрите, что он делает, он даже не вылазит никуда, он просто стоит. Стоит и смотрит в дом. А пока всё это время 704-й страдает и отправляется в ангар. И ещё потом кричит, бан киньте Исану-3, киньте ему бан, он неадекват, крайний. Там, смотрите-ка, меня убил. А то, что я убил в З-111-е, это нормально, это хорошо. Далее тут начинается перестрелка между 4202 и Исан-3. Ну, Ис-3 делает буквально один выстрел и тоже становится голубым, как ни странно. Очевидно, тоже такой тот ещё любитель пострелять по своим. Ну, в общем, ничем хорошим это не завершается, потому что в скором времени приезжают враги и убивают обоих. Они больше не стали стрелять друг в друга. Что это было? Какое-то помешательство временное? Или это просто дураки друг друга притягивают в команде? Ну, я не знаю, понятия не имею. Вот те уроды! Знаете, далеко не всегда просто выделить какого-то игрока, который виноват в командной зарубе. Но в данной ситуации, я думаю, что решение принято. Это был Гриль, который мало того, что сам вписался в Епися, сам с ним столкнулся, сам же ему выстрелил в спину. Именно он виноват в том, что произойдёт дальше. У Епися есть двое совзводных, и они устроили просто мясорубку. Просто линчевали этого Гриля в три дудки. Развалили его в хлам. Вот эта 62-ка сделала победный выстрел в этой драке, и Гриль отправляется в ангар, а 62-ка приобретает голубой цвет. Хорошо это или плохо? Конечно же плохо, нельзя стрелять в ответ с одной стороны. А с другой стороны, ну, как бы не они эту драку начали. Ладно, продолжаем дальше. Сюда приезжает CDC, совершенно левый, и начинает упорото расстреливать 62-ку, несмотря на то, что на горизонте светятся враги. Но ему, походу, плевать. Он просто расстрелял 62-ку, довёл её до шотного состояния. Всё это безобразие наблюдал второй взвод, который выпихал CDC отсюда, потому что они видели, что происходило. Но CDC не успокаивается, он всё-таки добивает 62-ку и, очевидно, получает от этого глубокое моральное удовлетворение. А этот момент про карму. Это оставшиеся двое совзводные. Они внезапно чуточку сталкиваются, и оба приобретают голубой цвет. Ребят, я такое вижу впервые. Я не думал, что из-за столкновения могут поголубеть. Причём оба сразу в данной ситуации. Ну, это действительно какая-то карма. Двое оставшихся совзводных пытаются тут что-то сделать, но уже ситуация как бы вышла из-под контроля. Счёт 4-7, да и ПХП сильно просели. Ну, и сюда приезжает ещё опять-таки этот АМХ CDC, который пытается добиться совзводных. Правда, враги добили 140-го, а CDC расстреливает последнего взводника. Один выстрел, второй. Ну, напоследок он как бы ещё и получает, отправляется в ангар, и этого Е-50 убивают враги. В итоге, скорее всего, Е-50 забанили, а CDC отправился в ангар. Крутой турбослив. Ну, а виноват кто? Виноват Гриль. Ещё одна невероятная ситуация. На разъезде Лора врезается в Леопарда, отъезжает назад, чтобы пропустить его вперёд. Но Леопард, показав свои нервы, убивает Лору. Сразу же Леопард получает от совершенно левого Иса-7, у которого тоже свой взвод. Но об этом немножечко позже. Совершенно посторонний чувак на Т-32 из другого уже взвода стреляет в союзную артиллерию Су-14. Су-14 тоже, недолго думая, разворачивается и кидает по Т-32 в корму с подпалом. Ну, просто какой-то трешак с самого начала. Это просто капец. На этом история не заканчивается. Леопард приезжает покарать Иса-7. Казалось бы, чего это ты по мне выстрелил? Я ж всего лишь убил союзную артиллерию. 261 тоже совершенно левый, не разбираясь в ситуации, кидает сразу троим. Боже, это какой-то капец. Ис-7 гуслит Леопарда в воде, а светляк заталкивает его туда, вовнутрь. Это, кстати, взвод Ис-7, Ягдпанцер Е-100 и светляк. В итоге Леопард тонет. Т-32 едет карать Су-14, которая дала ему по спине с подпалом. Ну, просто, я не знаю, у меня просто не укладывается это в голове. Но вражеский светляк добирается до арты немножечко раньше. Ну, собственно, и Т-32 тоже отправляется в ангар от рук противника. Ну, в общем-то, законное поражение 0.15 со всеми вытекающими последствиями. Да ну вот, уроды! На втором месте внезапно оказывается мой постоянный зритель, подписчик, товарищ модератор на ютубе. «Панцер, тебе отдельный привет. Это тебе за то, что последние два года ты только и занимаешься тем, что троллишь сантехников коммента». Ну, на самом деле нет, это шутка. Просто Панцеру удалось попасть в мир модных геев, патриотов из Украины и их предводителя Ападжеро, который, собственно, собрал эту команду для того, чтобы тупо сливать бои. Тем временем Ападжеро умудрился докачаться до бачата, до десятки, и уже тягает с собой брелков в высокоуровневые бои. И никто даже пальцем не пошевелил, чтобы их забанить. Очень забавная ситуация. Что происходит здесь в бою? Ападжеро гибнет от рук СТ-1, который, в свою очередь, улетает в автобан. Отправляется модный гей тоже в ангар. В общем-то, остается один лишь только патриот из Украины 2007, который здесь играет нас на Черчилле и тщетно пытается в течение нескольких минут пробить забаненного голубого СТ-1. Что-то у него не очень это выходит. Как он не старался, даже в корму СТ-1 из Черчилля не пробивается. Вот ведь досада. Это как бы говорит о скиле, о глубоком скиле этого бойца. И, кстати, можете обратить внимание, что у их команды, именно у Ападжеро, самая крутая статистика. 36% побед. У остальных там 20 с копейками и даже есть у кого-то там из них 11. Что весьма забавно. Что как бы намекает о том, что ребята занимаются только тем, что мешают союзникам побеждать. И больше ничего. Но, похоже, все-таки никому до них нету дела. Никто их не забанит. Всем все равно. Вот уроды. Ну и на первом месте еще одна командная заруба. Две взводные СУ-122-44 уничтожают две артиллерии. Сюда еще присоединяется ИС-6, который прислал этот реплей. Я так думаю, что все-таки, наверное, они заодно. Хотя они и не в одном взводе. ИС-6 продолжает движение. Как ни в чем не бывало, Сушки вроде бы тоже все разъехались. И здесь убили две союзные артиллерии. Минус два ствола. Что происходит дальше? Всем этим делом недоволен именно вот этот вот ИС-5, который наблюдал за всем этим мероприятием. Сушка добивает еще одну арту. И это минус три. ИС-5 решает все-таки Сушку добить. Стреляет в нее. Еще и Борщ помогает. Минус сушка. Минус четыре. Через какое-то время у ИС-5 все-таки сдают нервы. И он начинает приставать к еще одной Сушке. Наносит ей урон. И очередным выстрелом просто отправляет ее в ангар. Это минус пять. Разумеется, ИС-5 приобретает при этом голубой цвет. И наш герой, который прислал этот реплей на ИС-6, я думаю, что ни кривой тут как раз-таки, наверное, все-таки не хватает, добивает этого ИС-5. Итого мы имеем минус шесть. Повод для гордости. Вот такие вот дела. Команда, конечно же, проиграла с крупным счетом. Это разгромное поражение. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями в соцсетях. Ну и, конечно, присылайте свои интересные, забавные реплеи со всякими уродами и всяким сбродом. Ну а пока... Пока.